Национальный проект на радио Байкал Прайм. Национальный проект туризм и индустрия гостеприимства сегодня разрабатывается правительством Российской Федерации и все регионы активно в нем участвуют. Для нас это поднятие статуса роли туризма как важнейшей отрасли экономики, которая консолидирует средства в первую очередь наших граждан и направляет их на отдых внутри страны и тем самым развивая внутреннюю туристскую инфраструктуру. Сегодня федеральный проект на стадии разработки и мы рассчитываем, что он в первом квартале будет внесен уже на утверждение и после этого будем... Сейчас уже идет работа по разработке региональных проектов с учетом тех, так скажем, показателей и тех направлений, которые видят перед собой федеральный уровень. Ну и второй вопрос. На какой стадии вы уже ответили? Какие предложения сегодня внесла Республика Бурятия в нацпроект? Я хочу отметить, что в национальном проекте будут определены макротерритории, приоритетные туристские макротерритории, которые в первую очередь аккумулируют за собой, ну обладают то есть наиболее высоким уровнем туристских, так скажем, достопримечательностей, активности и каких-то других направлений, которые позволяют выстроить разнообразные туристские маршруты. И здесь Бурятия, конечно же, один из ярчайших, наверное, субъектов Российской Федерации, который может предложить разнообразный отдых, это и культурно-познавательный, и экологический, и лечебно-оздоровительный, что очень важно сегодня, особенно постковидная реабилитация для жителей нашей страны, чтобы быстрее восстановить, так скажем, свои силы, свое здоровье. Мы подготовили свои предложения по каждому направлению, в первую очередь, это, конечно, инфраструктурная составляющая, это и развитие особоэкономической зоны нашей Байкальской гавани, и того уже инвестиционного проекта на Великом Чайном пути, в котором Бурятия активно участвует. В рамках него мы сегодня строим дорогу на озеро Щучье, тоже один из популярнейших мест отдыха наших жителей. И, конечно же, в национальном проекте будут такие сквозные меры, которые в первую очередь будут способствовать путешествиям наших граждан. Конечно, в первую очередь, это возмещение затрат на поездки, так называемый кэшбэк, где наши туроператоры, гостиницы, и Байкал-курорт, и Центурно-курортные организации активно уже сейчас участвуют. И меры господдержки туроператоров, связанных с возмещением затрат на привлечение туристов, меры по льготным кредитам для строительства гостиниц, и еще такие именно сквозные меры, которые будут направлены в целом на повышение качества уровня сервиса именно российского турпродукта. Ну, что вообще даст эта реализация вот этого проекта для нашей Бурятии и вообще для страны в целом? В первую очередь, это даст, конечно, увеличение внутреннего потока путешествующих граждан в два раза, создание новой туристской инфраструктуры, это в первую очередь гостиничная, конечно, инфраструктура, и увеличение качества самого турпродукта, увеличение сервиса, увеличение компетенций как органов управления, как туристского бизнеса, так и подходов к организации отдыха и именно к экономической составляющей. Потому что туризм — это одно из направлений креативной экономики, которая, по большому счету, один турист, он вовлекает в себя там 50, наверное, отраслей экономики, это и сувенирная продукция, это и сельское хозяйство, это, естественно, и общественное питание, и транспорт, и культурные услуги, и спортивные услуги, и медицина. То есть здесь надо такой комплексный подход именно к пониманию, что турист привносит в регион. То есть турист — это такой маленький мини-инвестор, который привозит свои деньги, оставляет здесь и который работает дальше на создание и спроса, и повышение предложения. Ну, если говорить о количестве туристов, которые приезжают в Бурятию, например, взять уровень 10 лет назад и сейчас, есть какая-то разница существенная? Да, конечно, разница есть. Мы порядка, наверное, раз в 15, наверное, выросли в сравнении за последние 10 лет. И если бы не ситуация, которая вот случилась и происходит сегодня, было бы, конечно, такой системный и динамичный рост, потому что действительно мы вышли на такие хорошие позиции даже по первому кварталу, если смотреть в сравнении с первым кварталом 2019 года, у нас был значительный рост. По 2020, конечно, мы не ожидаем такого, будет снижение, но, тем не менее, лето на Байкале прошло хорошо. Это и чартерная программа нам в этом помогла, и мы сейчас готовим чартерную программу уже на зимний период. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была программа «Национальный проект» на радио «Комсомольская правда». В студии работал Роман Попов, и сегодня об участии в федеральных проектах в сфере туризма мы сегодня говорили с министром туризма Бурятии Марии Бодмацареновой. Спасибо вам большое. Спасибо большое. «Национальный проект» на радио «Байкал Прайм». Программа подготовлена по заказу правительства Республики Бурятия.